МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом поговорим сегодня с руководителем Омского планетария Владимиром Николаевичем Крупко. Приветствую вас. Добрый день. Итак, Владимир Николаевич, насколько необходимо возвращение уроков астрономии в школы? И какие такие уникальные знания школьники могут получить на этом предмете сегодня? Если даже министр заявил, что необходимо ввести астрономию в школу на вопросы, то, наверное, это необходимо сделать. С моей точки зрения, астрономия – это область мировоззрения. Это даже не столько как научная дисциплина изучать, а как систему область знаний, в которую входят все доступные нам дисциплины. Астрофизика, астрохимия, астроботаника, астропалеонтология, астроэхеология. Не зря она была в 11 классе раньше. И, соответственно, школьник подходил уже готовым к изучению этих предметов. Ну вот, кстати, тогда к вопросу о том, с какого возраста лучше к изучению астрономии подходить. Вы уже сказали, что 10-11 классов она раньше начинала изучаться. Так, может быть, со средней школы или даже с начальных классов какие-то первичные основы стоит уже ребятам прибивать, чтобы это вызывало какой-то интерес у них? Начальные классы сейчас, астрономия в начальных классах есть. Это отдельные данные, которые идут по окружающему миру. И это необходимо, это очень нравится школьникам. И они получают самые необходимые, самые простые навыки, чем планета от звезды отличается и какие есть созвездия хотя бы на небе. И школьники очень часто удивляются, что созвездий больше, чем 12, больше, чем зодиакальных созвездий. Если вводить, то, с одной стороны, я думаю, что нужно иметь два возраста. То есть начальный. Обычно максимум увлечения приходится где-то порядка 11-12 лет школьникам на этот возраст. Потом интерес, если он не поддерживается, к астрономии он падает. И в старших классах, когда они готовы воспринять эту дисциплину именно как научную дисциплину. Кто будет обучать астрономию сейчас людей? Да, понятно, это возможно преподаватели физики, географии, как вы уже сказали. Но придется ли им проходить какую-то переаттестацию, переподготовку? У нас есть педагогический университет, в котором и на физике, и на географии, и на математике есть основы астрономии. И есть кабинет астрономии, где проводят лабораторные работы, лекции и наблюдательный практикум. Так что учителя выходят, как и раньше, готовые к преподаванию астрономии. Ну, а если говорить о материально-технической базе для таких занятий, то есть ли в наших школах все необходимое, чтобы полноценно такие занятия вести, какая-то, я не знаю, там, литература специальная? Ну, самая лучшая литература, которая была, ничего значительно на небе не изменилось, кроме потока нового, целой лавины новых знаний, новых открытий, которые сделали. И здесь, конечно, если учителя не проиграют, скажем, основам православной религии, то они свои дисциплины однозначно увлекут учеников. Сейчас есть интернет, есть возможность получить этих данные. Это раз. Во-вторых, приборная база, телескопы есть почти во всех школах. И вот на прошлогоднем, в сентябре месяце был Сибирский астрономический форум, там решался вопрос о том, чтобы у нас есть завод оптикомеханический в Новосибирске, который выпускает неплохие телескопы с самых разных уровней, от начинающих любителей до профессиональных телескопов. И вот сделать проект, по которому можно было бы оснастить весь, скажем, Новосибирск, все школы такими телескопами. То же самое можно сделать и с Омском. Ну, астрономия наук, она все-таки достаточно сложная, точная даже где-то. Как заинтересовать ребенка вот именно этой дисциплиной? Все мы сейчас слышим, мы смотрим передачи про внеземные миры и так далее. Может быть, вот с этого, с этой точки зрения начинать заходить, чтобы ребенка заинтересовать в начальных классах, я имею в виду, а потом уже познавать все вот эти вот тонкости и знания астрономии? Да, начальный класс, они уже интересуются астрономией по факту. То есть они, сейчас масса передач по телевидению, в интернете много информации о космосе, именно все вот космические картинки. Ко мне постоянно звонят амичи, говорят, мои там малыши, они знают все планеты, знают все звезды, как прийти к вам планетария, самое главное, как посмотреть в телескоп. То есть интерес уже есть. Этот интерес нужно поддержать и направить его в нужное русло. Есть кружки астрономические, и есть планетарии, в которые можно прийти и получить первичные знания. Задача школы – систематизировать эти знания, потому что единичные походы в планетарии, скажем, это очень мало. Это как ЕГЭ. Одно другого оторвано, если у вас в голове не систематизированы знания, они быстро у вас уходят, улетают. Спасибо, Владимир Николаевич, за то, что нашли время для этого разговора. Ну а телезрителям напомню, что мы сегодня говорили о том, стоит ли в учебный курс возвращать астрономию. В гостях у нас был руководитель Омского планетария Владимир Николаевич Крупко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова